Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Что, если я скажу тебе, что кризис Эвергрант, который сейчас происходит, это всего лишь отвлечение от чего-то куда хуже, чем всё, о чём говорят вам СМИ и блогеры? Забегая наперёд, скажу. Тот факт, что всё, о чём мы сегодня будем говорить старательно, игнорируется в США и Европе, как минимум подозрителен. Ведь в самих США существует целый ряд так называемых зомби-компаний, которые должны были погибнуть ещё в 2020-м, но до сих пор поддерживаются денежными вливаниями ФРС. Ты уже наверняка видел целый ряд видеороликов про то, что Эвергрант может стать новым моментом Лемон Бразерс. А также целую кучу новостей о том, что Эвергрант может стать причиной следующего финансового кризиса. Но на самом деле, ребята, происходит нечто гораздо большее, чем просто кризис Эвергрант. И на фоне этого Эвергрант и его влияние на финансовые рынки, в том числе и на биткоин, покажется ничтожным. В этом видео я покажу тебе, что на самом деле происходит в Китае, в частности в китайской экономике и китайской коммунистической партии. И почему происходящие там события могут иметь разрушительные последствия для всей мировой экономики. Поэтому не забудь поставить лайк, это помогает видеоролику и каналу расти. Нас уже 215 тысяч человек. Большое спасибо за такую поддержку. И сразу же переходим к делу. Итак, в Китае уже некоторое время происходят странные вещи, которые и привели крупнейшего китайского застройщика Эвергрант к такому кризису. И это сейчас на твоем экране. Технологические гиганты Китая потеряли 823 миллиарда долларов за полгода. Продолжает гнуть свою линию и говорит нам о том, что это еще не конец. Я уверен, ты уже знаешь о долгах Эвергрант в размере 300 миллиардов долларов. Что это определенно будет иметь последствия для рынка недвижимости Китая и его банковской системы. А также может стать причиной очередного финансового кризиса. И даже сильно повлиять на тезер. Если Эвергрант рухнет, это скорее всего вызовет новые коллапсы, которые могут повлиять на некоторые коммерческие бумаги, которыми владеет тезер. Тот самый тезер, который мы не раз называли Ахиллесовой пятой всего криптовалютного рынка. Очевидно, что коллапс Эвергрант может затронуть некоторые ценные бумаги, которыми владеет тезер, что может повлиять на биткоин и всю криптовалюту. Однако, одновременно с этим происходит вот что. Капитализация IT-компании Китая падает на 800 миллиардов долларов за 6 месяцев. Сравни 800 миллиардов долларов и 300 миллиардов долларов у Эвергрант. Но это еще не все. Что происходит на Западе в таких случаях? Правительство и Центральный банк бросают таким компаниям спасательный круг и поддерживают их финансово. Но Китай очень сильно отличается от Запада в этом плане ментально. И на самом деле Китай наоборот хотел и делал все, чтобы это случилось. Спекуляции на фондовом рынке и рынке недвижимости в Китае вышли из-под контроля. Ведь, иронично, китайская власть хочет, первое, контроль и, второе, растущую экономику, даже взрывную экономику. И теперь ты поймешь связь между падением технокомпаний в Китае и этим желанием китайских властей. Посмотри на это. Это топ-8 компаний в Китае, которые вместе потеряли 800 миллиардов долларов капитализации за последние 6 месяцев. Так, например, Алибаба потеряла почти 400 миллиардов долларов. Почему? Джек Ма, основатель Алибаба и один из богатейших людей в Китае, недавно объявился публично после того, как перед этим куда-то исчез, переполошив все общество своим необъяснимым исчезновением. Знаешь, что он сделал сразу же после своего появления? Он отдал 15,5 миллиардов долларов китайской коммунистической партии для достижения общего процветания. Неожиданно Алибаба стала очень щедрой, а Джек Ма от критики китайской коммунистической партии перешел к тому, чтобы жертвовать ей 15,5 миллиардов долларов. На первый взгляд это кажется круто. Забираем у богатых и отдаем бедным. Прямо Робин Гуд какой-то китайский, ей-богу. Но что на самом деле происходит? Это то, что коммунистическая партия Китая хочет вернуть на землю каждого, кто становится слишком влиятельным в этой стране. И вот к чему это приводит. Алибаба за один год потеряла половину рыночной капитализации. Сейчас она составляет 400 миллиардов долларов, но год назад она почти достигала 900 миллиардов долларов. Так что то, что происходит с этими компаниями и привело к проблемам таких застройщиков, как Эвергрант. Потому что если у Эвергрант были деньги в акциях этих компаний, они получили хорошие прибыли, ведь в 2020 году рынок рос очень хорошо. Если бы не этот 50% крах, спровоцированный китайской партией, Эвергрант мог бы заплатить по своим долгам. Но сейчас из-за этого краха у Эвергрант нечем платить по счетам. Технологический индекс Хенсен, отображающий состояние 30 крупнейших китайских технокомпаний, с весны этого года упал практически в два раза. Но это, ребята, только лишь верхушка айсберга. В Китае происходят еще более интересные вещи. Например, прямо сейчас Китай полностью уничтожает приватный сектор репетиторов и образования стоимостью в 140 миллиардов долларов. Чтобы ты понимал масштабы, в Австралии эта индустрия оценивается в миллиард долларов. Из-за этого акции китайских компаний, которые связаны с частным образованием, потеряли от 54 до 98% стоимости. Потому что за один день Китай сделал эту индустрию нелегальной. На фоне кризиса Эвергранда никто даже не заметил, что еще один китайский застройщик, Синин Холдингс, подешевел 8 раз за одни сутки. Даже биткоин так никогда не падал, насколько я помню. Кроме этого, индустрия видеоигр в Китае также страдает и потеряла более 100 миллиардов долларов из-за того, что Китай запретил играть более 3 часов в неделю. Но есть еще кое-что. Еще одна атака китайского правительства, казино в Макао, за сутки потеряли более 18 миллиардов долларов из-за падения акций на 20-30%. Таких компаний, как SenseChina, WinMacao и других. Если ты все еще не сложил этот конструктор, то вот она, задача китайской коммунистической партии. Они хотят полностью взять под контроль огромные мега-корпорации в Китае и сделать их собственностью страны, чтобы затем подпитывать их деньгами свои социальные программы. Но если ты думаешь, что это все, то ты не прав. В Китае есть еще один большой триггер, который несет риски для всей глобальной экономики и весит он куда больше, чем Эвергрант. Его коллапс будет иметь разрушительные последствия для всех стран. Потенциальный коллапс Эвергрант на его фоне будет просто детским садом. Это китайский рынок недвижимости. Этот пузырь недвижимости является самым большим и дорогим в мире. Он стоит 52 триллиона долларов. И когда этот пузырь лопнет, мы увидим огромные шоковые волны, которые распространяются на весь мир. Эвергрант это 300 миллиардов долларов. Китайский рынок недвижимости 52 триллиона долларов. И это только с состоянием на 2020 год. В этом году он еще жирнее. Если этот рынок упадет всего на 10%, это 5,5 триллионов долларов, которые просто исчезнут из экономики. Теперь со всеми своими проблемами, что Эвергрант, что Синик Холдингс и другие застройщики в Китае просто не имеют выбора, кроме как предложить скидки на цены своих апартаментов. И они даже начали предлагать такие скидки в размере 26%, но это не увеличило продажи. Если мы увидим падение рынка недвижимости в Китае на 20%, это будет 10 триллионов долларов глобального богатства, которое исчезнет в мгновение ока. Теперь добавь сюда капитализацию самих застройщиков, которая рухнула. Добавь еще игровую индустрию, которую Китай обвалил, и еще технокомпании, и еще репетиторство, и еще частное образование. То, о чем мы сейчас говорим, это не жалкие 300 миллиардов у Эвергрант. Это коллапс на 10-15 триллионов долларов, что приблизительно равняется ВВП Китая. И если ты думаешь, что такой коллапс не повлияет на США, Европу или даже на нас, ты ошибаешься. Но что отличает Китай от США в этом вопросе? Это то, что большая часть этих сумм выражены американским долларом, а не китайским юанем. А значит, Китай не сможет напечатать больше долларов, как ФРС США. Поэтому они печатают юани и делают это прямо сейчас. 120 миллиардов юаней или же около 20 миллиардов долларов они вкачали в банковскую систему прямо сегодня из-за кризиса Эвергранда. Но если Китай продолжит печатать все больше юаней, к чему это приведет? К девальвации валюты. Так что им придется печатать еще больше, чтобы выплачивать долги, которые выражаются в долларе, а не в юане. Кроме этого, все эти китайские компании, такие как Эвергрант, работают по всему миру, либо же связаны с другими похожими компаниями в других странах. Так что если Эвергрант разрушится, это потянет некоторых застройщиков, например, и в США, и в Канаде, и в Австралии за собой. Ну так что, кризис Эвергрант и его 300 миллиардов долларов все еще кажутся чем-то страшным для тебя? Это всего лишь отвлечение от куда большей проблемы. Мы говорим про проблему стоимостью десятки триллионов долларов. Проблему, которая может задеть и фондовый рынок США, и банковскую систему в Китае, и криптовалютный рынок по всему миру. Меня зовут Богатейший Дин. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok